Девушки отдыхают Я добежал сюда, это пирс 40, вот это World Trade Center, это Туннель Холланд, улица Канал, а это пирс, но смотрите, вот это вот место, итак, вот это пирс, а это край этого пирса, самый край. И тут, тут целая комната, с окнами с двух сторон, большое, открытое, пустое помещение. Как было бы круто переместить мою студию или офис БИМ прямо на этот пирс, и чтобы мы работали в этой типа теплице, в 100 метрах от воды, на Манхэттене, департамент по недвижимости Нью-Йорка. ПОЗВОНИТЕ МНЕЦКИ ПОЗВОНИТЕ МНЕЦКИ ПОЗВОНИТЕ МНЕЦКИ ПОЗВОНИТЕ МНЕЦКИ ПОЗВОНИТЕ МНЕЦКИ Эта неделя, это очень, очень, очень насыщенная неделя. Сегодня уже понедельник. Понедельник — это обычный понедельник, кроме... Из-за того, что меня не будет в четверг, пятницу и половину среды, значит, в этот обычный понедельник я должен сделать в два раза больше работы. Видите ли, в среду вечером, поздним вечером, я лечу в Хельсинки. Это в Финляндии... Это просто... Это просто сладкая картошка. Спасибо, Дэвис и Кэтрин, за сладкую картошку. За сладкую картошку. Но из-за того, что Финляндия в другой части мира, она... Она... Она в двух днях полета. И при том, что мероприятие всего на один день, оно займет всю... Весь четверг, всю пятницу и часть субботы. Так что... Это просто значит, что... Вау! Я очень рад вернуться в Финляндию. Если вы не знали, в Финляндии мы сняли видео со сноубордингом на дроне. Довольно классная страна, там очень много интересного. И когда мы были на съемках того видео, там была самая середина зимы, 30 градусов. Так что... Я очень рад туда вернуться в чуть более... В чуть более гостеприимную погоду. Знаете, может быть узнать... Не может быть. Да ладно! Я всегда хотел световой меч! Огромное спасибо! HowSkyRcibers.com, Дэвису и Катрин, JP за крутой рюкзак из Гватемалы, Алексу из Хинсдейл, штата Ленойс и Спайку Джонсу за футболки. Я ценю каждую посылку от вас, да пожалуйста, ради всего святого не присылайте конфеты. У меня болел живот все эти два года времени почты. Я не контролирую себя, я скидаю все. А еще спасибо! Снова спасибо вам! ЛЮМИКС, ЗАЧЕМ, ЗАЧЕМ ЭТИ ПОГРЕМУШКИ? Вы знаете, что люди в основном используют эти камеры для видео. Вы знаете, как шумят эти погремушки. Почему не зафиксировать? Видите это? Это фиксированная петля, очень крепкая, надежная, не шумит. Сони. Сони также грешат погремушками. Видите? Я закрепил их изолентой, но тут тоже. Зачем? Это вообще бессмысленно. Лучше. Но я не уверен, что буду делать с моим ремешком для камеры теперь. Ладно. Тут уже все готово? Не готово, но уже очень близко к финишу. Где мои доски, Слейд? Нам нужно больше досок. Вон доска, вот доска. Эта доска пала в битве. Да. Они все там. Они за этой. Это мои доски? Да. Джейсон подготовит все, а потом мы... Ну, мы развесим их повсюду. А что будет с этими телевизорами? К каждому телевизору будут подключены приставки. А кто выбирал мониторы? Это единственные мониторы, совместимые с Apple. А ты знаешь, сколько вообще стоят эти штуки? Я не думаю о деньгах, чувак. Я думаю только о том, что подойдет для тебя. Это монитор LG Apple. Эти штуки стоят целое состояние, но для них нужен только один штекер. Они потрясные. Я всегда хотел один, но не мог оправдать цену. Но... Слейд вместе с Джейком заказали... Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Думаешь, хватит, Слейд? Семь этих мониторов. О, нет. У нас будет двенадцать. Будут же еще столы. У нас теперь две камеры Red? Да. Вау. Это Beam Production. Мы еще не придумали название. Че? Это просто рабочий свет. Вот этот свет дает просто достаточное освещение для работы. Если ты хочешь запустить один из этих безумных прожекторов, которые можно... Типа вот эти безумные диско-лампы. Тогда надо использовать вот это. Я еще не знаю, как этим пользоваться. О, я что-то сделал. Мы как бы... Все потихоньку, но мы еще не создаем никаких видео. Мы пока тестируем все. На прошлой неделе был тест записи. Мы медленно набираем темп, чтобы начать реально выкладывать видео. От Beam. Просто наличие всей этой техники не означает, что они будут хорошие. Но они хотя бы будут хорошо смотреться. Эй, Слейд, ты знаешь, как выключить эти лампы? О, нет. Мне кажется, кому-то надо звать Джейка Ропера и убедиться, что... О, черт. Вы будете спорить на деньги? Надо поспорить на что-то. Я готов на что-то спорить. Я готов на деньги. Если Джек выиграет, ты должен будешь набить тату, есть сердечко Джек. А если Стив выиграет, ты должен будешь набить тату, есть сердечко Стив. Проблема в том, что у меня уже есть тату, где написано, есть сердечко Стив. Мы уже их делали. Мы их набили в прошлом году. Мы командаем Beam побежим полумарафон через пару недель. А эти двое бегают примерно с одной скоростью. Вы только что поспорили? Да, мы поспорили. Проигравший должен будет держать фото выигравшего в рамке на своем столе до следующего забега. До следующего забега. А какой размер фотки? Ты побежишь? Нет. Я люблю команду Beam. Я хочу сделать видео, или серию видео, или серию влогов, или что-то, где расскажу, что значит открыть свое дело, управлять делом, владеть компанией, каково быть предпринимателем и все такое. Потому что это большая часть того, кем я являюсь, и что я делаю, во что я верю. Первое и единственное самое важное правило в бизнесе – это всегда работать с людьми, которые тебе нравятся. Сейчас, сейчас, сейчас уже завтра, я только что понял, что я уезжаю не в среду, как было на тех штуках сверху. Я уезжаю сегодня. Я проснулся и понял, что уезжаю во вторник, а не в среду. Я как будто проснулся и получил прямо по голове лопатой. Переведено и озвучено студией Тремпель. Субтитры сделал DimaTorzok